Екатерина Ромейро Договорная жена Я видела его всего лишь однажды в детстве, когда он приходил к моему отцу. Влиятельный, огромный и жестокий мужчина вселил в меня ужас еще тогда. Мне казалось, что я навсегда забыла его, пока однажды он не забрал меня себе. Глава первая В ту ночь меня разбудил громкий лай дворовых собак, от которого я резко подскочила на кровати. Укутавшись в одеяло, опустилась босыми ступнями на пол и подошла к окну, выглянув во двор. Наши ворота были открыты, и я увидела, как в них въезжают три огромных черных джипа. Это точно были не отцовские машины. У него другой автомобиль, намного проще. Уже через минуту я услышала, как отворяется входная дверь, а затем из гостиной на первом этаже начали доноситься группы и мужские голоса. Говорили громко, явно на повышенных тонах. Тихонько отворив дверь своей комнаты, я выскользнула в коридор, где почти сразу же столкнулась с мамой. Она беспокойно выглядывала из родительской спальни, кутаясь в плед и тоже прислушивалась к резким звукам мужских голосов. «Мам, кто там приехал?» «Не знаю, дочка. Иди к себе и закройся в комнате. Давай, быстро!» Мама выглядела беспокойной и даже встревоженной, поэтому мне ничего не оставалось, как вернуться к себе, провожаемой ее пристальным взглядом. Однако голоса на первом этаже все никак не утихали, и мой интерес, как всегда, оказался более сильным, нежели желание слушать родную мать. Уже через минуту, не в силах сдержать свое любопытство, я набросила халат и вышла из комнаты, на цыпочках прокрадываясь по коридору. Добравшись до крутой лестницы, ведущей на первый этаж, я присела на корточки и постаралась слиться с резным деревянным поручнем, из-за которого меня даже не было видно. Всегда так делала. Будучи самой младшей в семье, я часто искала себе свое собственное убежище, и это место было моим из самых любимых. По правде говоря, я часто совала свой любопытный нос туда, куда не следовало. Мне было 14, и, наверное, я должна была всецело слушаться родителей, однако получалось у меня это крайне, крайне отвратительно. В нашей семье меня любили, вроде как, однако я все время чувствовала себя чужой, настоящей белой вороной. Самая младшая среди троих детей, конечно, автоматический позор для отца, только потому, что родилась девочкой. Словно это было клеймо на всю жизнь, тяжелое премия, которое выпало на мою еще юную душонку и, конечно, на долю родителей. Я не хотела родиться девочкой, я этого не выбирала, но Аллах решил иначе и навлек на меня позор еще с рождения. В таких условиях я совсем не старалась быть похожей на девочку, я часто подражала в поведении старшим братьям, копируя их повадки, чтобы хоть немного казаться тоже привилегированным классом, мальчиком и не видеть раздражения в глазах отца. Острыми домашними ножницами я специально коротко остригала свои длинные темные волосы, чтобы только папа не сердился, чтобы хоть немного терпел меня в своем доме. Умастившись на лестнице, я притихла, видя, как в просторном холле на первом этаже разговаривают мужчины. Их было семь человек, незнакомцев. Я не всех могла хорошо разглядеть, однако сразу же узнала своего отца среди них. Он стоял чуть поодаль, опираясь на стол правой рукой. Эти незнакомцы были одеты в черную строгую одежду. Здоровенные накачанные бугаи, от которых веяло холодом и опасностью. А еще они были вооружены. Как минимум у двоих из них я увидела пистолеты. Черное блестящее оружие переливалось в их огромных руках. Все еще не понимая, что происходит, я сильнее пригнулась за поручьем и уставилась на этих незваных гостей. Но мое внимание привлек самый страшный из них. Очень высокий, коренастый, широкий в плечах накачанный мужик. Его короткие черные волосы переливались на свету, а густая ухоженная борода почему-то внушала мне страх. Он точно был чеченцем. Далеко не парень, как мои братья, а именно взрослый мужчина, который сейчас своей огромной рукой держал за шкирку моего среднего брата Алмаза, словно какое-то нерадивое животное. Алмаз выглядел просто насмерть перепуганным. Так на него не похоже. Его скула была разбита так же, как и нос. — Ибрагим, твой щенок? — Мой господин Ахмадов, средний сын. — Что, что случилось, сынок? — Отец, прости, я не хотел. В свое полное шестнадцать лет Алмаз плакал. Ревел и заикался, как девчонка, хотя до этого дня я ни разу не видела его в таком состоянии. Брат дрожал, будучи все еще в крепком захвате того страшного мужчины с бородой. — Молчать, ты уже договорился. Алмаз сразу же притих, вжав голову в плечи. Очень низкий и грубый, но хорошо поставленный голос прозвучал как раскат грома, и я невольно сжалась. По его тону, не терпящему возражению, я поняла, что он их главарь. Этот высокий и крепкий мужчина, Ахмадов, Ахмат, он внушал мне ужас, но почему-то я не могла оторваться от него и смотрела снова и снова именно на него. Я не видела его лица, только вид со спины, но и этого мне было достаточно, чтобы понять, что он страшный человек и пришел сюда точно не по душевной доброте. — Слушай сюда, Ибрагим. Твой отпрыск был наводчиком в краже моего товара. Ты знаешь, какого. Сдал адрес. Сдал, сука, все. Теперь я хочу возмещение потерь. Аздемир, немедленно. Убыток пять миллионов. Я сильнее сжала прутья лестницы, когда от этих слов мой отец пошатнулся и еще больше уперся о стол. У меня нет, нет таких денег, даже если все продам. Это не мои проблемы. Щенок побудет у меня, пока деньги не принесешь. У тебя два дня. Я сглотнула и прижала руку к губам, чтобы не вскрикнуть голос. — Ах, бедный Алмаз. Брат, ну почему ты снова ввязался в плохую компанию? — Нет, нет, прошу вас, Вахид. Простите моего мальчика, помилуйте ради Аллаха. В груди похолодело, когда я увидела, как моя мать, всегда покорная жена, выбежала из кухни и упала перед Ахматом на колени. Его звали Вахид. Вахид Ахматов. Воцарилась мертвая тишина, от которой стало по-настоящему страшно. Я не могла пошевелиться даже, только смотрела с ужасом на этого монстра, который все еще держал моего брата и совсем не отреагировал на мать. Мне было жаль маму. Любовь родителей к сыновьям была беспрекословной, не знающей границ, и частенько я завидовала братьям, считая их счастливцами судьбы. Как ни старалась не смотреть, но мой взгляд снова и снова возвращался к Ахматову. Этот мужчина пугал меня до чертиков, но я не могла перестать смотреть на него. Он был раза в три больше брата, который на его фоне казался просто мелкой мошкой. Мужчина был весь в черном и источал лишь злость, как самый настоящий дьявол. От него веяло опасностью и жестокостью за милю. Да кто же он? Это что еще за цирк? Ибрагим, не можешь со своей женщиной управиться? Отец сжал зубы. В его голосе просвеживалось раздражение. Айше, уйди к себе немедленно. Мама же, как всегда, покорно опустила глаза, но не сдвинулась с места, чем вызвала презрительные усмешки этих бандитов. В том, что это именно бандиты, я уже не сомневалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова